Триатлон – это объединение трех видов спорта – лыжных гонок, велогонок и легкой атлетики. Сравнительно молодым для нашего региона направлением интересуются спортсмены, которые на протяжении многих лет занимаются лыжами, ездой на велосипеде и бегом. Я занимаюсь велоспортом и триатлоном около трех лет. Ну, наград у меня много. Я являюсь серебряным призером первенства России по триатлону Северной области. Мне нравится. Это трудный спорт, но я уже привыкла. Я выбрал этот спорт, потому что, думаю, он для меня. У меня есть много наград именно на России. У меня есть КМС по велоспорту еще. Скорость, силы и выносливость – это те ключевые пункты, за которые спортсмены выбрали этот вид спорта. Триатлон включен в программу олимпийских игр. Он включает в себя два вида – зимний и летний. Их отличает только то, что в зависимости от сезона лыжи сменяют плавание. Средняя дистанция велогонки составляет от 10 до 40 метров, а легкая атлетика – от километра до 40. Триатлон сам по себе очень тяжелый, очень трудный вид спорта. На сегодняшний день в республике у нас в 10 точках, в 10 городах, в населенных пунктах развивается этот вид. Очень красивый вид спорта триатлон, начиная от южных районов республики, начиная с Алавата, Мелиуза, заканчивая нами, северо-западным регионом, Агиделию и сейчас в Нефтекамском. Тренировки спортсменов в Нефтекамске проходят на лыжной базе. Однако любители этого вида спорта зачастую могут путешествовать и тренироваться в других населенных пунктах. Триатлонцы уже имеют звание кандидатов в мастера спорта по другим видам, но от этого только интересней. А последние в этом году соревнования по зимнему триатлону прошли 15 марта в столице Башкирии. Здесь участвовали ребята и девушки из Нефтекамска, Агидели, Салаваты и других городов республики. А нефтекамские спортсмены взяли второе и третье призовые места, показав достойный результат. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».